Юми пропала из виду, и я видела, как она пошла вот туда, в сторону воды. Сейчас опять побежит в реку. Юми не понимает, что там такое скрипит. Все, я потеряла Мишу опять, и мы бы выезжали на какое-то место и полностью исследовали его. Это гнездо аистов. Мистер Аист! Я купила дрон еще. Миша с Юми побежали вот туда, по дороге, к людям, и нападают на них. А вдруг аистята уже вылупились, это они маленькие. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои питомцы. Эй, эй, вот сюда. Короче, роботы реально заменят людей, мне кажется, потому что сегодня, я просто очень хочу с вами поделиться, в роли моего оператора работает вот такая вот фигня. Это она следит за мной. Видите, я поворачиваюсь, и она идет за мной. Но проблема в том, что я еще не совладала с вот этим вот монстриком. Мне еще нужно довольно много времени, чтобы научиться им пользоваться. Потому что пока что, ну, вы сами все видите. То есть, во-первых, я сейчас могу их снимать более плавно, более красивые кадры. Ну, опять же, если научиться. Во-вторых, при помощи него я могу сама двигать джойстик и следить, например, за... Эй, 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 стой! Следить, например, за кем-нибудь из питомцев. Поставив телефон, на него следить за их движением. Софиш, иди сюда. Родин следит за какой-то из собак, кого я выбрала для слежки. В общем, учиться снимать при помощи электронного вот этого вот оператора. Да посмотришь ты сюда, эй! Надеюсь, у меня получится освоить это. А сейчас давайте перейдем на штатив. А еще у меня новый звук. Он намного меньше моего предыдущего, дороже. И самое главное, типа качественнее. Но я не могу до конца судить. Судить нужно именно вам, потому что вы смотрите ролик. Поэтому, если не сложно, потом как-нибудь сходите, посмотрите предыдущее видео и напишите. Он лучше действительно, хуже? Или, может быть, вы вообще не видите разницы? Потому что за ним, как вы уже могли заметить, я находила кое-какие косяки. И я немножко переживаю снимать сегодняшний эпик-влог, одну из ваших любимейших рубрик, на новый звук. Потому что, если что-то пойдет не так, и он не запишется, я буду очень сильно расстраиваться. Если вы смотрели канал моих питомцев Magic Pets, там был челлендж, в котором Юми и Миша выиграли. И сегодня мы отправимся с ними на супер-мега-эпичную прогулку на машине, далеко отсюда, в такое место. И я надеюсь, что там все так, как и должно быть, чтобы вам это показать. Короче, гулять хотят все, но поедет только Юми и Мишка. Эйвен, Софи уже это поняли, по-моему, и уходят. У меня здесь в машине есть такая прикольная штука, сиденье, непромокаемое вот здесь вот, чтобы не пачкали человеческое сиденье. Я Юми и Мишу сегодня решила посадить на переднее сиденье, пассажирское. Обычно, когда все четыре собаки ездят, я их сажаю в гамак такой розовый специальный на заднее сиденье, и они все четвером там едут. Сегодня они поедут вдвоем вот здесь вот рядом со мной, с водителем. На самом деле, я использую ее первый раз, она оказалась слегка маловато. А вот эта часть не продумана, она может загибаться. Размерчик все-таки надо продумывать. Юми, давай заходи, залазь, давай. Вот молодец. У Мишки у нас трудности с залазанием в машину, какой год я уже ее приучаю, она все боится. Хочется, да? Но не можешь. Ну ладно, я тебе помогу. Софи, 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 вылези оттуда, быстро. Софи, выходи, выходи. Ой, господи, так, Мишанька. Софи, вот молодец, все. Юмичу, может быть, ты все-таки сядешь нормально на место, а? Юмичу, иди сюда. Вот, все, сидим на сиденье. Я вот сюда установила айфон на такую штучку специально на магните, потому что опыт вот таких вот стоячих камер у меня уже был, они падают. Мало того, что камера разбивается, я попадаю в аварию. Ну, а себя снимать я не смогу за рулем, ну и кому это надо, там барахло какое-то в багажнике валяется. В общем, как вы поняли, я стараюсь какую-то технику покупать дополнительную, чтобы улучшать свои видео, качество их для вас. И мне бы хотелось, чтобы вам больше нравились ролики. Так что ставьте лайкосик за эпичную прогулку со всеми песиками, какой-нибудь еще один эпик-влог. И пока мы едем, поддержите нас комментарием. Больше четырех слов можете написать, какой ролик вы больше всего хотите на канале, больше всего ждете. И наша первая остановочка спустя четыре минуты. Давайте выходите, девочки, Юмичу, пойдем. Мишка, давай, давай, молодец, вот невысоко, давай. Давай, ай, молодец, умница. Первая остановка наша, это вот такое вот одуванчиковое поле, березовый лес огромный. И самое главное, это вот это вот озеро, на которое я хотела приехать с собаками. Я посмотрела видеозапись с айфона, четыре минуты вот этой нашей поездки, и мне показалось, что очень уж на этом штативчике в машине он трясется. Но у нас такие дороги вообще. Здесь очень сильный ветер, потому что поля. Юмичу, иди сюда. Вот, молодец, Мишанька, молодец. И я надеюсь, что меня слышно, звук нормальный. Вот, Мишка, умница, молодец, трусишка, ты моя, иди сюда скорее. Покемон уже давно полетела, полетела в поля, вон она там идет. Короче, по поводу Мишаньки. Где она? Вот она там идет за мной. Она всегда за мной ходит именно. В комментариях, когда я говорю про Мишаньку, что она проблемная собака или еще что-то такое, очень часто пишут, что вот зачем ты ее так обижаешь. Ну, типа, вот про своих других собак же ты так не говоришь. Ну и что, что ты ее спасла от усыплений. Ну и что, что она вот была в семье там какой-то плохой и ничего не умеет. Я ведь это говорю не с точки зрения, что она плохая. Проблемная это не значит, что с ней больше проблем, а что она сложный ребенок, с которым намного сложнее заниматься. Ну, придумайте другое мне слово, как говорить. Я взяла с собой в сумочку вот сюда вкусняшечки. Я уже миллионный раз говорю, что я использую чаще всего для дрессировки именно корм платином, которым кормлю своих собак, а не вкусняшки, какие-то лакомства. Юмичу пробирается к воде быстрее нас с Мишей. Я вторая. И про корм как раз я напоминаю тем зрителям, которые не в курсе, чем я кормлю собак, и постоянно мне пишут в директ, в инстаграме, питомцы в моем инстаграме, в ВК, везде. Даже в тиктоке уже стали в нашем писать, чем я кормлю собак. Юми пропала из виду, и я видела, как она пошла вот туда, в сторону воды. Блин, сейчас опять побежит в реку, как по земле, как в другие разы, и окунется. А еще пока холодно купаться. Юмичу, ты смотри, в воду мне не упади, как обычно у нас-то бывает. Так вот, для тех, кто интересуется, короче, у Платинума сейчас есть такая крутая фишка, но она, в принципе, всегда была, но вдруг вы не знаете, про пробный пакет. То есть можно купить корм своей собачке, дать ей попробовать. Если собака не захочет, не будет его есть и так далее, то вы можете вернуть и сказать, ну, наша собака не захотела такое есть, извините, и вам вернут деньги. Обязательно попробуйте, то есть, ну, это реально... Ааа, Юми! Юми, 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 ты по краю, по грани ходишь просто, слышь, давай поаккуратней там, а? Так что, если боитесь, да, что вот вы только зря деньги потратите, то не бойтесь, купите, попробуйте, не понравится, отдадите обратно. Вообще, изначально я сюда хотела приехать... Юми, ты че ты... Чтобы посмотреть, какой здесь берег, и, если что, приехать сюда, как потеплее, чуть потеплее вода станет, с собачками купаться. Но нужно найти здесь какой-то спуск нормальный, потому что вот это вот все, ну, не вариант. Здесь очень неудобно будет. Кстати, не забывайте своих песиков обрабатывать сейчас клещи, прям сезон. Если куда-то на природу, в лес, особенно в городе, этот пироплазмоз, ну, короче, я вам тысячу раз это говорю, каждую весну, каждую осень, но соблюдайте это правило. Ух ты, че мы тут нашли, смотрите, кроме вот этого вот всего озера, тут давай, Юми, пробирайся. Такие трупы прикольные. Через них, наверное, вода течет. А вот здесь вот хорошенький бережок, неплохой спуск. Пробежимся и поедем в то самое место, куда я собиралась. Ну, вот что она делает? Она метит территорию. Видимо, какая-то собака тут ходила, бродила, пописала, и Юми, как пацан, просто поднимает ногу и писает. Ну, что такое? А что за пес? Ну, некоторые зрители на канале до сих пор думают, что Юми мальчик. Юми девочка. Юми это такое типа японское имя. Она не парень, несмотря на то, что мы обзываем ее покемоном всех. Мы тренируемся, сжигаем жиры, потому что за зиму мы поправились так неплохо. Надо еще Софишу почаще на такие прогулки водить. В прошлые разы, когда я играла с собаками в прятки в лесу, меня искали все трое, Софи, Эйвен и Юми, но не Миша. Когда я играла с Кисалисой в прятки в лесу, даже она меня искала, кошка. А вот Миша нет, потому что, ну, потому что, ей проще вот сесть и сидеть на одном месте и ждать, когда ее, как деревья скрипят, найдут, чем самой искать. Я нашла упавшую березу, и сейчас мы здесь потренируемся с покемоном. Юмичу, ай, молодец, Юмичу, вот умница, она сама, походу, поняла, что надо делать. Давай, покемон, вот молодец, вот умница, давай обратно, обратно без меня, давай, 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 Ай, Юмичу, молодец. Мишанька, а ты попробуешь? Мишань, давай, давай, Мишка, ай, умница, давай, Мишаня, ай, Мишаня, молодец, умница, молодец, давай, еще немножко, давай, 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 ай, молодец. Я попробую сейчас, чтобы она залезла сама на эту веточку, березку, дерево Давай, Миша, давай, пойдем Пойдем, вот умница, молодец На самом деле это большой прогресс для Мишки, что она сама залазит и идет Пойдем, Мишка, пойдем, пойдем, пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Что она залазит именно сама Вот умница, молодец, вкусняшку, на Умница Давай, слазь Мишань, давай Молодчинка моя, до конца хочет дойти, да? Вот умница, молодец Юмичу что-то ленится у нас сегодня, при том, что она такой попрыгун Давай, прыгай Юмич, иди сюда Прыгай, прыгай Сегодня прям ленится покемон На пенек залазь Вот молодец, молодец Она хотела на дерево, она же по деревьям любит лазить Слышите, как оно скрипит? Юми не понимает, что там такое скрипит Она не понимает, как это работает Страшновато, да? Еще и скрипит какой-то монстр тут просто, да? Что это такое, скажи? Залазь Вот молодец, давай, пройди Пройди Ай, молодчинка, давай Идем, идем Молодец Умница Давай, давай, давай Еще, еще немножко Давай Давай, Юмичу не бойся Молодчина Для Юми главное Проделать путь А потом она уже сможет это делать Повторять Давай, давай Главное вот этот первый, первый этап Давай, молодчина Ай, как равновесие мы держим Умница Умница Молодец Слась Ну что ж В березовом спортзале мы позанимались Сейчас пойдем на пробежку На беговую дорожку Это наше поле одуванчиков А потом поедем как раз В бассейн только не сходили В другой раз Поедем в то самое место Покемон привела нас к машине Сама пришла, да? А Мишку А Мишки нет опять Стоит мне отвлечься на секунду Вот снять кадр Все, я потеряла Мишу опять В очередной раз Буквально минуту назад Я видела ее здесь Как она поднималась И теперь ее тут нет Что за фигня? Фу Мишка Ты что, не можешь подняться? Трусишка Она потеряла нас из виду И все И она вот Как только теряет из виду Она останавливается И в том же месте Вот где была Там и стоит Давай, Мишань Поднимайся Вот молодец Ну смогла же Ну можешь же Ну можешь же подняться Ну что ты такая Трусиха Там машина И я говорю Быстрее, быстрее, быстрее И посмотрите на Мишу Как она Бежит Ай, Миша, я молодец Ай, умница Убегаем 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 Вот это была Беговая дорожка Для Мишки Но сейчас еще Пробежимся все-таки Бежим Бежим Понятное дело Что покемон Она быстрее Все-таки Но Мишка Все равно Молодец Ай, молодец Она пробирается Прям, смотрите Она прям Пробирается Пробирается Мишаня Давай, давай, давай Фу Ну и ветер же Там мацкий У меня аж Все глаза В песке В общем Пока ездим Заодно Тестировщики Наши собачьи Протестируют Вот эту штуку Посмотрим Действительно Ли сидение Будет чистое Ну и поехали Юми, а ты Что здесь делаешь Давай, иди На место к себе Давай, давай, давай Давай, жопа, давай На место Сядь Почему Миша Как человек приличный Сидит на месте А ты вот залазишь Вечно куда Давай, садись Опасно Я раньше возила Собак вот здесь Кого-нибудь Но все-таки Неудобно рулем Крутить и все такое Опасно Спустя еще 3 минуты Мы приехали В невероятно Интересное место Чем оно интересно Я вам сейчас покажу Вообще У нас тут Очень много Нами неисследованных мест И если вам интересно В том числе Вот всяких Заброшенных зданий Деревень Заброшенных Всяких местечек Ну короче Полно всего И если вам интересно То этим летом Я Ставьте лайки Я этим летом Буду каждый раз Куда-нибудь выезжать И все вам это показывать То есть не только Прогулку с собаками делать Но и вот эти места Все показывать Мне кажется Это будет очень круто Если вы смотрели Именно вот мой канал Анимэджик Где я усадьбу исследовала Мы все равно до конца Не исследовали А там столько всего Мне кажется Еще там что-нибудь изменилось Обязательно надо съездить Я подумала Это могла бы быть Целая рубрика То есть я брала бы Какую-нибудь Одну из собак Или нескольких И мы бы выезжали На какое-то место И полностью исследовали его И показывали вам Мне кажется Это было бы круто Темненькое на ней Это гнездо Аистов Я нашла его В предыдущую прогулку С собаками В смысле Мы вот просто ехали на машине Мы что-то увидели Остановились Собаки погуляли И я обнаружила Вот это гнездо Я снимала даже сторисы В инстаграм Чтобы показать Мистер Аист Мистер Аист Мама спряталась Маму не видно Она там детей охраняет А папик сверху сидит Я надеюсь Сейчас у нас будет Возможно Все-таки их посмотреть Его сейчас не видно Надеюсь Что мы дождемся И он оттуда вылезет И еще один прилетит То есть мама сидит Высиживает яйца А папа где-то тут летает И возможно он прилетит Короче я же Для того чтобы вам делать видео Намного интереснее И качественнее И прикольнее Я купила дрон еще Еще не пробовала на нем летать Буду пробовать учиться И как раз у меня предложение Давайте лайков много соберем Если вы хотите Чтобы я залетела дроном туда И посмотрела Что внутри гнезда Какие там Вы слышите этот лай? Это Юмичу лает на людей Миша с Юми Побежали вот туда По дороге К людям И нападают на них Нельзя лаять на людей Ты че Покемон Позор Фу Позор Фу Позор Позор Ты че Это твоя территория Чтобы ее охранять А? А Миша Ты-то куда? А? Лаять будет На кого-то Миша Позор Позор Слежу за Мишей Миша вернулась Туда стоит И на них смотрит И погавкивает И Юми к ней хочет присоединиться Позор 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 Фу Позор Фу Позор Я вместо команды нельзя Я использую команду Позор Но я думаю Раз Аистиха до сих пор там Значит дети тоже там И значит Мы можем их увидеть А представляете Когда они вылупятся Мы сможем это тоже заснять И увидеть Мы пока пережидаем время Мишка опять бежит Так смешно В церковь В ту заброшенную Тоже хочу вас сводить Но не сегодня Потому что Ну далеко туда пробираться А вот в эту заброшечку Попасть можно Посмотреть Что тут Интересного Ничего Если не уверены В своей собаке То держите ее Под контролем Все время во внимании На поводке Смотрите какой ветер У мишки развиваются Эти надо с луумой Сделать потом на монтаже Тут Мне кажется Вот отсюда видно Что там голова торчит А вдруг Аистята уже вылупились Это они маленькие Ходят вроде там Или не может такого быть Короче, предлагаю в следующем видео вернуться сюда с дроном Тем более за несколько часов прогулок, мне кажется, кое-кто уже подустал По поводу этой штуки Ну, вот здесь на начало, докуда она достает, следы собачьи остались И вот там вот на краю, где собаки залазят Мне кажется, она просто маловато Если бы она была по размеру, она бы подошла Если вам нравятся наши эпик-логи, ставьте лайк, пишите свои комментарии И переходите по ссылке на новый ролик на их канале, челлендж И ждите скоро новых видео Подписывайтесь, увидимся скоро в новых эпик-логах Летние каникулы начинаются